МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Если масло, то только шедевр". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известный повар Гордон Рамзи как-то отметил, чтобы хорошо жить, надо хорошо есть. Продолжу его мысль, а чтобы хорошо есть, необходимо внимательно смотреть кулинарное шоу Магия кухни. Готовьте с нами, удивляйте себя и близких отменными блюдами и угощениями. Самые смелые гастрономические задумки нам поможет воплотить сегодня в жизнь шеф-повар гриль-академии Пикник и уже наш друг Кирилл Суров. Здравствуйте, Кирилл. Рада вас видеть. Ну, а в гостях у нас сегодня известный казахстанский дизайнер и просто яркая и обворожительная Камила Курбани. Милости просим, Камила. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас здесь видеть. Ну, сейчас, когда все в сборе, самое время представить нашего генерального партнера, компанию Евразинфос Корпорейшн, бренды Три желания, шедевр и Золотые горы, незаменимые помощники на любой кухне. И сегодня мы в этом убедимся. Что мы сейчас делаем первым блюдом, Кирилл? Сейчас мы для первого блюда подготовим свеклу. Нам надо будет ее просто завернуть в фольгу. А как называется это блюдо? Первое блюдо у нас будет сашими и свеклой. Сашими и свеклой? Да, это такой блюдо. Оригинальный. Интересный, да, десерт, о, десерт, говорю, салат, очень вкусный, необычный, и, я думаю, каждому он будет по душе. Ну, а что для этого нужно? Для этого нам для первого блюда надо будет запечь немного свеклу, запечь ее чуть-чуть, для того, чтобы она в центре осталась немного жесткой, хрустящей, а снаружи она немного подпеклась. Для этого мы сейчас просто ее завернем в фольгу, отправим в духовку, запекаться на где-то 15 минут, при температуре где-то 170 градусов. Отлично. И пока со свеклой мы закончим, сейчас мы ее завернем. А, то есть вот так, мы свеклу поставим томиться, запекать, а этим временем мы сделаем уже второе блюдо, да? А этим временем мы сделаем второе блюдо, да. Хорошо. Есть только специи. Да. Но это не индийское блюдо, да? Нет, это вообще адаптированная кухня, скажем так. Ее хорошенько сейчас завернем в свеклу. И вот у нас разогрета духовка, и просто мы поставим ее, и пока забудем их. Хорошо, забудем. И сразу же нашим зрителям скажем, какое второе блюдо, что мы формим. Второе блюдо у нас будет курочка масава. Сейчас мы считаем, что это индийское блюдо, традиционное. На самом деле оно к ним тоже пришло из каких-то стран соседних, да, поэтому истинно корни этого блюда практически невозможно найти. Нам понадобится куриное филе, помидоры, лук, чеснок, лимон и специи, да. Это кориандр, кардамон, тмин молотый, куркума, гвоздика, корица и немного сахара. А мясо белое, да? Мясо, да, филе. Также можно использовать, в принципе, любую курицу. Да, курицу я порежу, а вас я попрошу. Нам надо порезать кубиком помидоры. Мелкие кубики? Крупным кубиком помидоры. И также порезать нам надо будет лук. Лук можно уйти? Да, я буду, я могу лук порезать. Я буду сразу начинать плакать. Камила, ну, пока мы режем, все это готовим, мы, конечно же, будем параллельно беседовать. Поэтому хотелось бы знать секрет или формулу, я не знаю, вашей красоты, здоровья, энергии. Есть такое? Может быть, какой-то определенный образ жизни? Вы знаете, я не соблюдаю каких-либо диет. То есть я сама по природе такая. Вот, да, трудно поверить, что вы не соблюдаете диет, но оказывается у вас просто такая конституция. Я люблю хорошо поесть. Да? Да. Все любят хорошо поесть. Вот. Кубик. Я порежу сейчас. Напополам? Да, вдоль. И вот такими крупным кубиком довольно-таки. Да, замечательно. Камила получается. Нет, ну, может быть, вы какие-то маски делаете, Камил? Может быть, пьете какие-то витамины? Нет. К саманам хоть. Нет, это, скорее всего, благодаря моим деткам, которые меня всегда заставляют держать в тонусе. Заставляют держать в тонусе, да. Да, добавляем масло. Сколько? В лете, а я скажу. Хватит. И теперь немного нам надо добавить сливочного масла. Он заставит наш соус стать гуще и таким более насыщенным вкусом. Камила, а вот ваш рацион ежедневный на чем основан? У вас какое-то сбалансированное питание дома, и этому придерживается вся семья. Ну, как бы, мы предпочитаем кушать меньше жирного, жареного. У нас даже мы любим котлеты на пару. Да? Да, часто делаем. Что, и твой известный муж-шоумен Мухамеджан тоже? Да. Да? Да. Это, наверное, все-таки влияние ваше. Вот ни за что не поверю, что мужчина согласен есть котлеты на пару. Что вы с ним такое делаете, что он ест с удовольствием из ваших рук? Просто, ну, они как не совсем на пару, прежде чем их отправить в пароварку, я их слегка так обжарю, чтобы корочка появилась, а потом ставлю на... Все-таки на пару, да? Да. Тогда, может, лучший вариант мультиварка? Нет, вы знаете, я не очень люблю мультиварку. Да? Ну, хорошо. Да, мне кажется, она так сказать. У нас вообще котлеты всегда варятся, парятся в мантоварке. Мантоварке. Кстати, тоже очень удобно, да. Да. Очень удобно. Кирилл, а вот блюда, которые мы готовим, блюда, они вообще чем полезны? Можете о пользе рассказать нашим зрителям? В первую очередь, в данном случае у нас курица не будет непосредственно обжариваться, то есть она будет, скажем так, томиться в соусе. Как любит Камила. То есть, да, она скорее будет тушиться, да, в каком-то маринаде, да, своем. Это первое, то есть это не то, что жареное, да, это раз. Во-вторых, очень насыщенные продукты сами по себе, которые мы добавляем, они имеют очень большой диапазон полезных свойств, это раз. И, естественно, специи, да. Специи – это, скажем так, наша маленькая аптечка. То есть во всех специях есть много полезных веществ. На самом деле, если мы используем хорошие продукты, качественные блюда, да, качественные продукты, и, в принципе, мы можем не употреблять лекарства, да. Потому что все специи имеют определенные свойства. То есть, допустим, куркума, она понижает температуру, понижает сахар в организме, да. Гвоздика, она, наоборот, бодрит. Запоминаете? Куркума понижает температуру тела. Гвоздика бодрит. Гвоздика бодрит. Сколько нужно для бодрости съесть? Ну, мне кажется, не то, что их есть лучше не надо, их, допустим, добавить в чай. Очень вкусно добавить, да, добавить в соленье. Никогда не пробовала гвоздика с чаем. Да, добавить в томатный сок, да, немного гвоздики проварить, и получится такой эффект именно бодрости, именно очень-очень такой приятный эффект. Вот мы теперь немного обжарили сахар, и сейчас нам надо добавить сахар. А, сахар добавить. Так, сахара сколько нам нужно добавить? Буквально чайную ложку. Чайную ложечку. Камил, ну, вот что любит твой супруг Мухаммед больше всего? Так, достаточно? Да, да, да. Какое его любимое блюдо в твоем исполнении? Вы знаете, он... Он как бы к еде не приведливый, да? Ну, как повезло. Он как бы, как повезло. Вот. Ну, я стараюсь готовить и восточные блюда какие-то. Как бы, я, конечно, не знаток там японской кухни, допустим. Какие еще у нас там? Такие, которые готовят именно такие профессионалы, как вы. Ну, нашу национальную кухню. Я думаю, точно готовить? Бешбармак делать? Ну, да, бешбармак делать. Правда? Да. Ну, я не умею бешбармак делать, надо научиться. Хотя говорят, что это одно из самых простых блюд. Да? Ну, я не знаю, мне кажется, нет. Там нужно правильно тесто замесить. Там надо и правильно тесто замесить. Тесто должно быть такое... И подготовить мясо, и сварить его тоже правильно. Завтрак – это начало твоего дня. Будет ли он насыщенным? Полным ярких красок? Пройдут ли гладко все намеченные дела? Или тебя закрутит в будничных заботах? За завтраком все это не важно. Масло, золотые горы, вкус и польза. Вот что важно. А если, например, возвращаться к нашему первому блюду сашими, обычно же его делают из рыбы, из морепродуктов. Но из свеклы я такого не слышала еще. Ну, это будет интересный продукт. Во-первых, он внешне будет похож на тунец. Он такая ярко-красно-темная рыба. Нет, нам теперь надо будет добавить специи. Он внешне очень похож. И такой это диетический полезный вариант, который очень вкусный и довольно-таки доступный продукт. Теперь нам надо добавить... Сколько? Еще чуть-чуть. Так, это у нас... Это... Это тмин. Тмин. Не, ну все-таки правда, похоже больше вот это блюдо на индийскую кухню. У них же тмины, куркума. Кстати, я знаю куркума. По-моему, ложку куркумы в молоке. Она спасает, кажется, от аллергии, если каждый день. Еще? Да, да, да. А, еще? Еще, да, куркумы у нас... Еще? Да, да, да. Все замечательно, шикарно. Вот, а вы говорите, не индия. Чисто индия. Они куркуму в большом количестве используют. Очень-очень полезный продукт куркума, правда. Я рада, что мы сегодня используем куркуму. Так, это у нас... Это кардамон. Кардамон. Ой, можно я понюхаю? Да, он очень-очень ароматный. Обычно чай бывает. Да. Чай с кардамоном. Все вкусно. Ну, допустим, тимьян, да? Это же чабрец и чай с чабрецом, я думаю. Тимьян – это чабрец? Да. Никогда я не предполагала, что тимьян – это чабрец. Я чабрец вообще обожаю. Чай с чабрецом, что может быть вкуснее. А это тимьян? Это тимьян, да. А душица – это орегано. Это у нас гвоздику мы добавили теперь. И теперь мы добавили кориан. Прямо семечками они сейчас за счет температуры полопаются. И да, и будут очень-очень такие вкусные. И совсем немного нам надо добавить корицу. Ручную? Да, можно прямо, как говорится, на кончике нажать. Замечательно нам надо теперь это все перемешать. Так, сейчас перемешаем. Ну, мы поняли, что у вас предпочтения на кухне нет. Какой-то определенной, да, национальной кухни, Камила? А вообще, в своем плотном графике часто находите время для готовки, для жарки, варки, парки дома? Ну, к счастью, у меня есть человек, который помогает мне на кухне, да. Это хорошо, это здорово. Потому что реально, график у вас плотный. Я вот знаю, что у вас постоянные поездки. То вы участвовали в Москве на показе, да? Во Франции вас пригласили. И все это как-то так интересно у вас случайным образом, да? Как-то судьба перекрестки такие делает. Да, не в случаях удачных, да? И скоро вы едете в Америку. А куда? В Нью-Йорк? Мы едем в три города. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Это три города, в три фэшн-города вообще? Откуда идет мод? Нет, это все не оттуда. Ну, как бы, для начала расскажу, что это такая вот программа, организованная американским консульством, где отобраны 10 дизайнеров. Наших казахстанских, да? Да, мы едем на обмен опыта, получить что-то, чтобы привезти сюда. А вы их тоже чему-то будете учить? И вы их будете чему-то учить? Честно, я еще подробностей программы не знаю, но я надеюсь, что обмен опыта говорит о том, что не только мы получаем, но и мы делимся. Ну вот, кстати, вы там будете ведь пробовать американскую кухню. Возьмите что-нибудь на заметку, потом, может быть, придете к нам в гости. Для меня американская кухня – это хот-то. А, да? Ну нет, мне кажется, она разнообразная, да? Нет, ну там, ну, вы знаете, в Америке очень разнообразная кухня, не только американская, но также индийская, японская, как в любой стране. Да, в Америке, мне кажется, одно из самых большого количества живет людей, которые реально не с Америки. Да, они любят стейки. Мультинациональная страна. Да, мультинациональная страна, как у нас, да? Да, и встретить тот или иной продукт с разных кухонь, да, с разных стран, мне кажется, очень-очень легко. На самом деле, мне кажется, нету таких американских. Мы порезали кубиками курицу, пока Кирилл рассказывал, я смотрела крупно, да. И если вы не запомнили, какие специи мы положили сюда, то заходите, пожалуйста, на наш сайт, хабар.кз, находите там «Магия кухни» программу, рецепты, и все, собственно, вы можете там переписать себе, а потом приготовить у себя на кухне. Мы добавили сюда еще чеснок. А, чеснок мы добавили, да. И таким образом вы еще можете поучаствовать у нас в программе «Хочу» в проекте, наверное, скажем так лучше, «Хочу» в «Магию кухни». Вы приготовите что-то вкусное, покажите, сфотографируйте, а потом придете сюда и станете победителем конкурса, и будете вместо Камилы стоять тут как гость приглашенный, как звезда наша. Да. Так что, ставьте внимательно. А как же здесь приятно стоять, запахи, да? Да, у нас блюдо очень-очень такой насыщенный аромат получается. За чего-то, сколько специи. Да, нам надо теперь добавить, мы также цедру, лимон, он очень крупно, да, нам нужна небольшая горчинка от нее, да, и добавится аромат. И теперь нам надо добавить манго-карри. Манго-карри есть у нас. И надо будет добавить майонез. Соль. Так, карри с манго и просто провансаль, да? Да, и обычный майонез. Совсем немного нам понадобится. И нам надо теперь добавить соль и перец еще. Вы знаете, мы здесь в нашей программе всегда поддерживаем казахстанских производителей. И вот хотела бы узнать у Камилы, вы тоже стараетесь, ну, казахстанские продукты покупать или как вы относитесь к подбору продуктов? Да, да. Да, у нас в палатиноке, ну, такая все практически казахстанская. Да, вот это радует. Таким же маслом пользуемся. Кирилл, вы тоже у себя в проекте, да? Ну, слушайте, здорово. Мы носим продукцию нашего казахстанского дизайнера. Кушаем казахстанские продукты. Я очень рад, что сейчас на нашем рынке стали появляться продукты, которые раньше были только импорт. Сейчас стали у нас появляться нашего местного производства. Я всегда стараюсь именно цитировать на тот момент, что не надо покупать это там с Италии, с Франции. Кстати, я доверяю почему-то нашим даже больше. Ну, во-первых, мне больше всего что нравится, что это собрано здесь, значит, до нас, да, до нас добровольство это быстрее, значит, больше полезных свойств сохранилось. Да, и, значит, меньше добавлено каких-то консервантов для этого хранения. Надеюсь, да, я тоже надеюсь, но это что меньше. Теперь нам надо добавить немного майонеза. И просто майонеза, да? Я, кстати, дома часто использую этот кари с ванго. Вот теперь у вас появилось еще одно блюдо, которое вы можете в нем готовить. Я попробую. Мне только главное, чтобы детки это кушали, чтобы им понравилось. Ну, во-первых, оно яркое, красивое. А вообще детям же не противопоказаны специи? На самом деле нет. Да, можно еще. Нет, давайте мы размешаем и посмотрим. Не вредно деткам? Вообще нет. Это, естественно, продукт, который выращен просто дан природой, мне кажется. Да, чуть-чуть еще добавьте. Мне кажется, он будет только, наоборот, плюсом. То есть, я думаю, как мы детям, да, выбираем лекарства, главное, чтобы это все было на травках. Поэтому и здесь, я думаю, что да, лучше добавить, купить отдельно специи, чем взять готовую какую-то смесь для чего-то. Интересно, у курицы у вас в конце идет? Курица в конце идет, потому что она, во-первых, быстро готовится. И должна впитать. И должна впитать вот именно весь аромат, который мы сейчас собрали. Вот если бы я не встретила Кирилла сейчас на нашей кухне, Камилла, я бы сделала все точно сюда, наоборот. Да, потому что обычно, да, мы, как правило, когда начинаем готовить, мы же начинаем с мяса, а потом уже с остальных. Вот поэтому шеф-повар Кирилла не я. Вот, оказывается, есть свои секреты и тонкости, которым мы здесь делимся с вами, пожалуйста. Для людей, которые предпочитают сделать этот вариант еще более диетическим, да, в принципе, если позволяет время, можно сейчас курицу замешать и выключить. А, чтобы это милость. И она готовится за счет, да, просто температуры нагретого нашего сока. Можем ли мы так рисковать на кухне? Она реально готова? Конечно, да, она будет готова. Мы уменьшаем на медленный огонь, ставим на самое минимуме. И на сколько по времени? И буквально нам понадобится 10-12 минут. Чтобы все это дошло, да? Потому что, во-первых, за счет масел соусов это все у нас проникает в курицу намного быстрее. И вкус у нас уже достаточно насыщенный. Единственное, мне кажется, надо попробовать нам немного сам соус и добавить немного соли. Вот, кстати, хотел сказать, мы соль, перец-то не добавим. Мы его добавляем в конце, да. Все это оставляем здесь, в нашей сковороде, чтобы оно доходило до своего апогея. И переходим к первому блюду. Недаром говорят, что готовить необходимо в хорошей компании. И вот вам результат. Уже очень скоро здесь, на нашем столе, появится невероятно вкусное блюдо. А вообще, все самое вкусное здесь у нас на магии кухни. Так, наша курочка пока томится. Мы готовим первое блюдо сашими. Что нам делать, Кирилл, загружать нас с Камилой по полной программе? Ну, смотри, для начала нам надо будет взять нашу зелень. То есть у нас еще здесь и зелень есть? Да, у нас зелень. Я люблю зелень. Вот уж точно, все самое вкусное впереди. Да. Потому что кто зелень любит? Мне кажется, зелень все любят. Зелень все любят, да. Нам надо будет ее сейчас нарвать. Кирилл, давайте перечислим, какие у нас здесь зеленые продукты. Ну, на самом деле, можно использовать любую, любимую для себя зелень. В данном случае, это шпинат. Потому что сейчас он у нас есть, сейчас еще его сезон, и надо это использовать по максимуму. У нас идет петрушка, у нас лист салата и базилик. И, я думаю, нам пора уже достать нашу свеклу. Свеклу. Ну да, время уже, я думаю, прошло. Так, что нужно, перчаточку? Нет, я думаю, я с щипчиками справлюсь. Щип, тогда нужно куда-то положить, да? А я прямо на досточку, наверное, положу. А, на досточку? Хорошо, тогда надо. Досточку. Спасибо. Держите. Держу. Помню, да, мы запекали ее слегка подпечь. Надо было для того, чтобы она стала помягче, раскрыла свой аромат и наполнилась таким. Напомните по времени, сколько мы запекали. Буквально нам надо 15 где-то минут для запекания. Долго. Еще, знаете, самый быстрый вариант сварить свеклу, это нарезать ее кубиком. Ну, нарезать так, как вам надо. Так. Положить целлофановый пакет, налить немного водички и буквально на 2 минуты в микроволновке она сварится. Серьезно? Да, буквально там за 2-5 минут будет вареная свекла. Продолжение следует... Я буквально недавно испекла пирог из шпината. Пирог из шпината, очень. Да, расскажи, что ты делаешь. Очень-очень вкусно, очень полезно. Я первый раз готовила. Он сладкий или не сладкий? Нет, он не сладкий. Там шпинат, брынза и творог. Тесто слоеное. Это как киш, да, наверное? Ну, наверное, вкусно. Или тарт. Есть киш и тарт, вот их делают подобным вариантом. Да, было очень вкусно. Да? Слушайте. И здорово. Камила, а вы можете сейчас с нами поделиться тенденциями, вот будущими, скажем там, так в моде осень, зима? Что вообще будет модным носить? И что нужно уже сейчас покупать? Скажите нам, да, секрет, что нам надо купить, чтобы мы были в тренде. Ну, вы знаете, осень, это возвращение восьмидесятых, это, да, это ретро. Ретро. Также очень будут в моде объемные вязаные вещи. Вязаные? Да, они вязаные. Что вы льете? Бальзамический уксус. Сколько его нужно? Ну, буквально две столовых ложки. Две столовых ложки бальзамического уксуса. Мне понадобится растительное масло. Сейчас достану. Я так поняла, мы все крупно делаем. Да, крупно. Добавляем соль. Да, в принципе, без разницы. Мы добавляем немного соли, добавим сейчас растительного масла. Чуть больше, чем бальзамического уксуса мы добавили. И нам надо будет немного перца. Перца. Это мы делаем такую заправку. И нам надо будет это хорошо размешать. А вот ваша вот эта вот блузка. Ой, замечательно. Как у вас как родилась идея вот такие вещи? Спринтовать. Интересно. Ну, вы знаете... Почему-то посвящена коллекция? Да, вы не узнаете. Это наши самые первые деньги, деньги, выпущенные 90-х годов. То есть вы отдали дань? Да, это достаточно такая патриотичная тема. А как это родилось в голове у вас, интересно? Вы знаете, я сейчас вот... Добавляйте. ...увлеклась темой именно национальной, да, вот, казахстанской. А посмотрите, пока мы разговариваем. Свекла в центре такая. Она помягче стала, но все равно такая довольно-таки жесткая. У меня была самая первая коллекция с принтами архитектуры Алматы и Астаны, если вы помните. И эта тема как-то мне очень понравилась, потому что здесь я выступала больше как художник. То есть передо мной белое полотно, и я создаю свои принты. Следующая коллекция – это была природа Казахстана. Микс самых ярких мест наших. А будущее? Что у нас в будущем? А в будущем? Что нам ждать от вас? Ну, как правило, дизайнеры не раскрывают все, что это... Ну, хотя бы не все, по секрету. Нет, я просто хотела спросить сначала у вас, что вы готовы привнести в наш казахстанский фэшн, да? И поняла, вот, патриотизм, причем не капельку, а вот все, что связано с Казахстаном, да, все, что связано с нашей страной. Может быть, поэтому вы так пользуетесь популярностью там, за пределами Казахстана, потому что вы рассказываете, вы показываете, вы делитесь, да, нашими красотами. И делаете это оригинальным образом в одежде. Слушайте, это здорово, мне кажется, вам должны дать премию «Алтынадам», потому что... Спасибо. Потому что такого до вас я вот не знаю, делали кто-то или нет. Мы добавили нашу заправку. Так, мы добавили прямо в эту зелень, да? Прямо в эту зелень, да. Теперь смешиваем. Все-таки у вас схожие профессии, Камила, с шеф-поварами, да? Они тоже стараются это сделать красиво, да. Это настоящее искусство. Это настоящее искусство. Учитесь, познавайте у нас. Можно попрошу чайную ложечку одну? Чайную ложечку. Да. И это, скорее всего, как у вас, Камила, так у вас, Кирилл, не столько профессия, сколько призвание, наверное, да? Можно запросто стать шеф-поваром или дизайнером? Ведь нет же, правда? Ну, мне кажется, если есть желание, то можно всего добиться. Вот такое у нас получилось прекрасное сашими. И сейчас мы будем уже сюда выкладывать наше второе блюдо – курочку масала. Да. Курочку масала. Ну вот, не прошло и нескольких минут, как у нас уже на столе готовы два блюда, которые мы с удовольствием сейчас, наверное, попробуем. Начнем с чего? Вот вы как шеф-повар рекомендуете с горячего начать или с сашими? Ну, тут, в принципе, без разницы, оба блюда очень яркие, самобытные по вкусу, поэтому давайте, я думаю, мы с салата начнем. Как это принято? Камила, дорогая, вы как гость, давайте первым пробуйте. Да, интересно. Так, нужно... Нужно взять небольшой кусочек свеклы и вместе с зеленью. И самое главное – это полезный салат. Можно назвать это салатом? Да, конечно, можно. Самое главное – это полезный. Можно и попробовать тоже? Конечно. Нужно. Если честно, я не пробовала свеклу в таком полусыром. Но зато мы сохранили все полезные свойства. Да, прососы – это даже грибы, шампиньоны едят сразу. Ну, шампиньоны вообще можно сырыми так кушать. Это из разряда тех грибов, которые можно. Так, курочка наша. Я тоже попробую. В таком интересном соусе. Сашими и свеклы. Целую свеклу прямо в кожуре помещаем в фольгу и запекаем в духовке 15 минут. Зелень нарываем руками. Заправляем ее соусом, для приготовления которого в бальзамический уксус добавляем растительное масло, соль и перец. Заправкой обильно поливаем и дольки свеклы. Декорируем блюдо. Приятного аппетита! Мне попался кориандр. Прям такое сочетание хорошее. Насыщенный вкус, яркий. Очень-очень-очень вкусный. Для меня это больше как характерная индийская кухня за счет стольких специй. Курочка масала. На миксе растительного и сливочного масел начинаем обжаривать репчатый лук, нарезанный кубиками. Добавляем чайную ложку сахара. Следом отправляем туда же помидоры. Поочередно добавляем специи. Тмин, куркуму, кардамон, тимьян, гвоздику, кориандр и корицу. В сковороду помещаем нарезанный зубчик чеснока. Цедру лимона. Добавляем соус карри с манго и майонез. Крупными кубиками нарезаем куриное филе. Помещаем к ингредиентам. Тмин на медленном огне до готовности. Приятного аппетита! Ой, просто язык хочется прогласить. Правда, так вкусно. Наше кулинарное шоу «Магия кухни» – это как раз тот случай, когда достаточно один раз услышать и увидеть, для того, чтобы с легкостью стать шеф-поваром на своей домашней кухне. По-моему, сегодня все получилось. Ну а в качестве благодарности хочется вручить вам корзину с продукцией нашего генерального партнера, компании «Евразия Фудс Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Все это в вашем распоряжении. Готовьте, пожалуйста, с удовольствием. Спасибо. Дорогие телезрители, мы отправляемся за новыми кулинарными идеями. Встретимся на телеканале «Хабар» уже скоро. Меня зовут Диана Снегина. Приятного аппетита! Диана Снегина. Приятного аппетита! Сотни рецептов. Один майонез. Майонез. Три желания. Майонез. Три желания.